Пишет нам Людмила, как научиться прощать человека, который обижает и ничего не делает, чтобы его простили? И обида остается, и это тяжело, и простить не получается. Я думаю, что, конечно, это тоже высокая планка, но начинается она, да и заканчивается, в принципе, с тем, что мы видим не человека перед собой, а действия Творца. И поэтому нам не надо обижаться, в принципе, ни на кого. Если мы будем исправлять себя, мы таким образом исправим всех остальных и будем видеть весь мир добрым, хорошим. Это все зависит только от нас самих, от нашего восприятия мира. Мы живем в идеальных условиях, в идеальном мире, среди идеальных людей. И все, что я вижу порочного вокруг себя, это все только указывает на то, что мне надо себя исправить. И это практически, можешь считать, что это практический совет такой, да? Это практический совет, правда, это очень высокий, глубокий и так далее. Но, в общем, иного выхода нет. Только так. А если все-таки ближе к человеку обычному? Нет, нет другого, ближе или дальше. Есть одна истина, и ее надо постепенно притворять в жизнь от тех условий, в которых мы находимся, и еще до высших, высших, которые раскроются перед нами. Они еще раскроются, и мы увидим по-настоящему ужасные миры, ужасные отношения, состояния. И их мы тоже должны будем исправлять, вплоть до полного исправления. То есть вы считаете, сегодня наступило такое время, чтобы... Рассказать об этом людям, потому что иного выхода у нас нет. Мы никак не сможем ничего сделать, никак не исправить, не подсластить, ничего. Мы просто тянем, тянем, тянем все время с этим исправлением. А сейчас надо начинать объяснять людям, что мы не можем ничего сделать. Других исправить, да? Нет, других, не себя. И не себя даже. А это хорошо. У тебя есть только один адрес, к которому ты должен обратиться, требовать, кричать. И таким образом ты увидишь, что только эта возможность, которая перед нами существует, она есть единственная, удачная, и она приведет нас к цели. А что тогда, скажите, пожалуйста, вот как Люда говорит, что такое простить человека? Вот что это? Это простить себя за то, что ты к нему несправедливо относился. За то, что ты считал, что он является источником зла. А источник зла у нас только один. Это даже не мой эгоизм, а тот, кто его создал, и тот, кто его таким образом поддерживает. Поджигает. Официально, чтобы я обратился к нему, попросил его, осознал, и таким образом мы приблизились бы к истине. Исходя из ваших слов, поджигание, увеличение эгоизма будет продолжаться, увеличиваться, увеличиваться и увеличиваться. Нет шанса, что приостановится, так нас не нужно. Сам? Никак. Потому что задача Творца состоит в том, чтобы сделать человека человеком, Адамом. Адам от слова «подобный себе». Вот, мы должны стать подобными Творцу. Поэтому он делает все, все, что угодно, чтобы мы только вознуждались в нем. В чем мы должны стать подобными Творцу? В свойстве абсолютного добра, который мы пожелали бы принять на себя против того зла, которое Творец в нас возбуждает, проявляет. Тогда последний вопрос. Что такое добро, по-вашему, по мнению Творца, скажем так? Это относиться к другому с любовью. Очень многие считают, что относятся к другому с любовью и пишут нам. Здесь есть ступени. Что значит с любовью? С любовью это значит, что я не принимаю внимание абсолютно своего состояния, а ставлю во главе наилучшее состояние другого. То есть мне важен только он? Только он, да. А я не важен совсем? Нет. И, в принципе, это все сводится к тому, что я опять-таки, глядя на все зло в мире, обращаюсь к Творцу с тем, чтобы он исправил меня. И я бы вместо этого зла видел бы добро. Потому что Творец, на самом деле, если мы так говорим, так он кажется нам источником абсолютного зла. А на самом деле это нет. Это только для того, чтобы мы попросили бы его изменить себя, свою природу, которую он, кстати, специально таким образом и создал, чтобы мы устремились бы к свойству добра. Субтитры создавал DimaTorzok